Кринь-Терпельска. Пора оценить расходы, миледи, полагаю... Главврач пришел. Да, вы захотите знать во сколько обошелся визит короля? Катька не хочет слушать. Поговори с какой-то пулей, блин. Пуля уехала на юг с лордом Старком, а нам нужен новый стюард. Как раз у стюарда о чем-то говорил, чтобы кормили вкусно его. Он стюарда с собой забрал. Кроме этого, еще несколько назначений требует рассмотрения. Да нет мне дела до каких-то там назначений. Катька вся на нервах, блин. Что тоже странно. В общем-то, она-то как раз это как хозяйка-распорядительница должна понимать. Я тебе так скажу. Даже жизнь в маленьком загородном домике относительно, она вот этого всего от тебя требует... Если у тебя нет денег нанимать управляющих, то ты сам будешь всем управлять. Это такое количество времени занимает. Ну, это как про домокозяек, которые нихера не делают, как известно. Попробуй сам. По домохозяйнике. Что же тебе на заводе не снилось, блин. Кстати, непонятно, что у них главврач-то распоряжается. Ну, это этот... Любин. Да. Мейстер. Это же доктор в первую очередь. Доктор Джан. Доктор Джан. А он у них из-за управляющего и так далее. Не. Ну, ладно. Распоряжается, распоряжается. Тетю тоже можно понять. У нее горе какое ужасное. Но, однако ж, это не просто тетя. Это ж благородная тетя, которую вот с такого вот возраста учили не только вышивать, но и управлять хозяйством. Это ее главная задача вообще. Рожать детей, управлять хозяйством. Потому, что мужику будет этим заниматься категорически некогда. Ну, кроме каких-то самых талантливых, которые все успевают. Таких мало. А мужик будет на войне собирать бабло со своих крестьян. Что там еще? Устраивать турниры, загонять кабанов и трахать шлюху. Или наоборот. Невозможно не вспомнить. Вот дежурный к пороте. Ну, он там из сержантов. Сержантов мало в подразделении. Он из сержантов. Вот дежурный к пороте. Который должен знать, сколько у него человек, например, кто у него в отпуске, кто у него в увольнении, кто больной, кто в нарядах в каких-то, я не знаю, кухне, КПП там и еще куда-то туда-сюда. Сколько человек работает там на полетах. Сколько жратвы им надо отвезти туда. Какие пайки. Сколько там допаек. Сколько вернется там ночью. Их там тоже кормить. Одно, другое. Пятое, десятое. Блин. Вы не поверите. Примерно через год. У тебя все это там от зубов отскакивает. Идите нахер. Я и так все знаю. Голова как Дом Советов. Только тебя десятилетия на это дрессировали. Ты ни о чем другом. Ну, то есть, это у тебя в башке даже ничего не занимает. Это, я не знаю, как пописать или покакать. Не. Так это же опять же... Гаврила и хомяк. Ты на третьем, ты на пятом. Блин. Раз, два, три. Вопросов никаких. Вы посмотрите биографии заданных тетенек. Что наших российских. Что европейских. Вот того самого периода. Только у нее 12 детей и она организовывает, например, в свободное от работы время какую-нибудь иконописную или там иконовышивательную мануфактуру. Как жена Ивана Третьего Софья Палеолог. На высочайшем уровне организовывает производство. Просто потому, что она только этому и учится, по большому счету. Все свое, блин, детство. Менеджер и продюсер в одном лице. Так точно. Поэтому жена феодала – это управ делами президента. Распорядитель. Конечно. Потом, допустим. Но она очень сильно расстроилась. Можно понять. Все. Это никаких сомнений нет. Но у нее еще два сына. Между прочим. У нее есть Роберт и Рикон. Этот уже непонятно. Встанет он, не встанет. Он помрет завтра. Кстати, очень даже запросто. Невзирая на то, что он не убился насмерть при падении из башни, так он может просто умрет. И эта феодальная тетенька, которая живет среди того, что постоянно кто-то мрет, это для нас. Мы бессмертные, по их понятиям. Просто бессмертные. Мы доживаем до 70-ти, до 80-ти, до 90-ти, до 100 лет. Причем это не для того, чтобы исключить. Довольно часто встречается. А там люди, даже знатные, в 40 лет уже тебе про гулы на кладбище пишут. И, кстати, это вот та самая Катька, это исключительно здоровая баба с исключительно здоровой генетикой, у которой не было ни одного мертворождения. Да. И ни один ребенок не помер в младенчестве. У нее же все вообще классно просто. Потому, что у нее все дети выжили. Грех жаловаться. Вообще грех жаловаться. Да. И, кстати, детей мало. Заметьте, детей-то у нее мало, потому, что у нее пятеро детей всего. А они в браке-то сколько получается? Да лет 15 они в браке, как минимум. Это получается она по одному ребенку в 3 года, что ли? Так это вообще... Ни о чем. Ни о чем. Так вот... У моей двоюродной бабки было 18 детей. Это было совсем недавно. Тем более, что от нее, самое главное, требуется куча наследников, чтобы была скамейка запасных вот такая. Поэтому... Ну, мало у нее детей, откровенно говоря. У нее семья очень благополучная и не сильно напряженная. Ну, так вот, у тебя раз несчастье случилось, ну да, это очень неприятно, но приготовьтесь. Это происходит постоянно у всех, кто тебя окружает, с кем ты общаешься, кто тебе близок, дорог и вообще. Потому, что у всех всегда первый ребенок, второй ребенок... Потому, что они начинают рожать в 12-13 лет. Ничего удивительного в том, что у них дети не получались с первого раза. И это просто тебя окружает все время.